В 1997 году впервые родились семерняшки и притом всем детям удалось выжить. Тогда их маме пришлось немало вытерпеть, как и от тяжелой беременности, так и от продолжительных родов, да еще и общественность высказывала свое недовольство, мол что за безответственность такая, подвергать детей риску, рожать нездоровое потомство, лучше уж оставила тех детей, что покрепче, да и, не мучила остальных, о том как дальше сложилась жизнь всех семерых детей, в нашей статье, после того как УЗИ показала, что у беременной Бобби Маккой, Бобби Мсикоги, будут семеро детей, и ее мужу Кенни предложили не оставлять всех детей, потому что шансы выжить у них были малы, от этой идеи оба супруга пришли в ужас, они сказали, что готовы рискнуть и пусть все будет в руках божьих, на тот момент это было действительно рискованное решение, и на пару посыпались обвинения, критика достигла апогея, когда у Бобби начались схватки, на 9 недель раньше срока, и в то же время вся Америка затаила дыхание в ожидании. Бобби доставили в больницу, 19 ноября 1997 года, и именно тогда и родились Кенни, Келси, Натали, Брэндон, Алексис, Натан и Джейль, 4 мальчика и 3 девочки. Врачи очень сильно беспокоились, что не всех детей удастся спасти, и даже если дети родятся живыми, врачи предсказывали, что шансы на выживание у них были крайне малы. Тем не менее, все малыши выжили не только первые дни после родов, они успешно прожили вот уже почти 20 лет. Каждый год 19 ноября для этой семьи, это огромный праздник, а как иначе, ведь именинников сразу семеро. Время так быстро летит, говорит мама, так много всего произошло за это время, и радости, и горе, и приятные моменты, и время, когда нервы были не при деле, но это все, что сделало нас такими, какими мы являемся сегодня. Но тогда, в день родов, когда доктор вышел перед камерами и объявил роды прошли успешно, 4 мальчика, 3 девочки, все живы и здоровы, мнение общественности резко сменило гнев на милость. Новоиспеченным родителям, даже позвонил президент Билл Клинтон с поздравлениями, Копра поздравила семью с таким значительным пополнением в своем вечернем шоу, а уж сколько было цветов и поздравлений от незнакомых людей, трудно даже подсчитать. Среди подарков был также дом, ними вен, запасы еды, подгузники на первые два года и полная оплата учебы в колледже и государственном университете штата Айова. И надо признать, все эти подарки были отнюдь не лишними. Малыши выпивали каждый день 42 бутылочки питания и использовали 52 подгузника. Такие расходы могли бы лечь серьезным ермом на плечи родителей. Впрочем, со временем, когда детишки подросли и внимание прессы к ним погасло, макаям все же пришлось ощутить все финансовые тяготы обеспечения достойной жизни семерым детям одновременно. К счастью, по крайней мере бытовые вопросы родителям удалось более-менее уладить. Дети росли послушными, способными и благодарными, так что уборка дома, подготовка домашних заданий, готовка еды, стирка и прочие подобные моменты быта решались совместными усилиями. Спустя 20 лет после рождения семерняшек семья Макаев так и продолжают жить в том же доме, который им тогда подарили, и пользоваться все тем же мини-веном. Возможно, этот дом по американским меркам довольно скромный, да и 20-летний автомобиль не самый лучший для такой семьи, особенно учитывая, как подросли дети, но родители предпочитают вкладывать деньги в более насущные вещи. К тому же поводы для трат всегда находятся. Так, старшая дочь Микоя относительно недавно вышла замуж, и все семеро ее братьев и сестер, безусловно, были на ее свадьбе. «Я думаю, что без друзей и семьи мы бы вряд ли справились», — рассказывает мама Бобби. «Каждый раз, когда нам нужна была помощь, кто-то вызывался помочь нам. Это просто невероятная поддержка. Это как раз тот камень, который позволяет всем нам крепко стоять на земле». С такой поддержкой, кажется, у семьи не могло быть никаких проблем. Однако Макаем пришлось столкнуться с проблемами, в которых вряд ли кто мог помочь, кроме врачей. Дело в том, что двое из детишек, Алексис и Натан, родились с церебральным параличом. Им обоим пришлось несколько раз ложиться на операцию, Натану даже делали операцию на позвоночнике, чтобы он смог ходить. Но в общей сложности, оба ребенка чувствовали себя хорошо и необделенными вниманием. В 2013 году Алексис даже принимала участие в конкурсе красоты для детей с ограниченными возможностями. После окончания школы, кроме двоих детей, которые решили остаться в родном городе, остальные разъехались по стране. Один из них поступил в армию, четверо переехали в другой штат, где они получили гранты на обучение. Оглядываясь назад, ни Бобби, ни ее муж Кенни не жалеют ни о чем. Я не думаю, что в нашей ситуации можно о чем-то сожалеть. Есть только радость, гордость и счастье. Интересна также история Антона Кудрявцева из Омска, он глава семьи, в которой девять детей, пятеро своих и четверо приемных. Его историю вы можете прочитать в нашей статье «Многодетное счастье». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.